8358 доз вакцины от COVID-19 на сегодняшний день поступило на территорию Магаданской области. Специалистами предполагалось, что до конца марта на Колыму должно поступить 11 тысяч доз. Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Гам-Ковид-Вак» была зарегистрирована в августе 2020 года. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи. В сентябре проводилась логистическая отработка поставки этой вакцины на территорию Магаданской области. Поступило 42 дозы препарата для проверки логистической структуры по доставке этой вакцины. Специалистами было зафиксировано, что вакцина находится в удовлетворительном состоянии и заморожена. Тогда же была проведена и первая иммунизация 42 медицинских работников. В результате вакцинации врачей никаких отрицательных и нежелательных симптомов у них обнаружено не было. «В Министерстве здравоохранения Российской Федерации было принято решение о включении вакцины гам-ковид в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям». Первому этапу иммунизации подлежат медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, социальные работники, а также лица старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Иммунизация проводится преимущественно лицам первой группы. По районным больницам Магаданской области вакцина уже израсходована полностью. Она составила 2496 доз. По словам специалистов, в результате иммунизации населения от COVID-19 ни одной нежелательной реакции на вакцину зарегистрировано не было. «Я хочу сразу отметить тот момент, что если кого-то после прививки ничего не беспокоит, есть такое расхожее мнение, что значит тогда иммунитет не формируется. Это вовсе не так. Иммунитет формируется в любом случае, и тогда, когда есть какие-то послакцинальные реакции, и тогда, когда их нет. Вакцинация была проведена определенная работа по медицинским работникам, которые получили данную вакцину, и уровень антитела выработанных у всех высокий». Вакцинацию от COVID-19 может бесплатно пройти любой гражданин. Для этого необходимо прийти в отделение поликлиники и пройти несколько подготовительных процедур. «Иммунизация начинается с того, что пациент приходит. Минуя регистратуру, он попадает на осмотр терапевта в 25 кабинет. В 25 кабинете он заполняет согласие на проведение вакцинации. Врач его ознакомливает со всеми возможными осложнениями после вакцины, как и у большинства вакцин. И производится осмотр пациента. Если пациент не имеет противопоказаний, он направляется на вакцинацию. Если пациент имеет противопоказания для проведения вакцинации, ему выдается справочка об наличии противопоказаний и медотвод от вакцинации. И пациент предоставляет ее работодатель еще куда-то. Вакцинация производится в 49 кабинете». При возникновении нежелательной поствакцинальной реакции пациенту может быть выдан больничный лист не более чем на три дня. Это зависит от степени тяжести развившихся осложнений. Все симптомы, которые указаны в инструкции вакцины «Спутник Ви», не являются поводом для выдачи больничного листа. Это естественная реакция иммунной системы на вакцинацию. В бухте Гертнера на данный момент, по словам экспертов, ледовая обстановка стабильная. Новых трещин пока не образовалось. Появившаяся до этого трещина пока не представляет опасности. Расположилась она от второй уйковой ямы до мыса Красный. Однако ветер, который ожидается сегодня, может изменить данную ситуацию. Подробнее про трещину рассказал Юрий Артюхов. Рыбаки также продолжают уезжать за нее и рыбачить с машин. Но у нас дают на третье число это усиление ветра. От 15 до 22 метров в секунду. Северо-восточный ветер. И вполне может быть, независимо от того, что лед крепкий, сейчас где-то средняя толщина льда в бухте Гертнера 90. То есть есть меньше дальше, это когда уже в удалении, и большая толщина это ближе к берегу. Тем не менее, лед может сыграть, как уже не раз было. И предупреждаем, в принципе, чтобы рыбаки-любители не увлекались сильно, ловли корюшки, не удалялись далеко от берега. В бухте Нагаева также стабильный, лед до 120 сантиметров. При чрезвычайных происшествиях и ситуациях звоните в Единую службу спасения по телефону 112. Субтитры сделал DimaTorzok В магаданских цветочных магазинах началась активная подготовка к празднику 8 марта. Поставки цветов в предпраздничные дни происходят ежедневно. Вечерний Магадан решил проверить цены и ассортимент самых актуальных подарков к весеннему празднику. Одним из известных мест торговли являются магаданские цветы. Договор о поставках, по словам флористов, заключается к празднику заблаговременно за год. Ценовая политика магазинов остается неизменной. Например, цена на тюльпан составляет 100 рублей за цветок. Розы в ассортименте будут стоить от 250 рублей. Ирисы, хризантемы и герберы от 200 рублей. Интересной альтернативой может быть также и цветущее растение в горшке. Если вам необходимо взять цветы в дорогу, такой цветок точно перенесет поездку. Специально для самых бдительных покупателей в магазине работает услуга предварительного заказа цветов и букетов. В магазине действуют скидки на готовые букеты. Недалеко на той же улице к празднику готовятся и флористы в новом магазине Бутон в тон. Ценовая политика и сама подарочная флора здесь отличаются. Например, тюльпан обойдется покупателю от 150 рублей. Мимоза у нас здесь лежит безумно красивая, безумно пахучая. Вот такая веточка мимозы стоит 350-400 рублей. Если веточки поменьше, тогда они будут стоить поменьше. Что касается розы, высота розы у нас от 50 сантиметров и до метра. Роза 50 сантиметров у нас 200 рублей и роза высотой 100 сантиметров у нас 600 рублей. Флориста Регина также дала общие советы по уходу за цветами. Если вы заранее хотите приобрести цветы на подарки, то они точно пригодятся вам. Обязательно, когда вы купили цветок, вы пришли домой и подрезали стебелек. У тюльпана золотое правило. Мы подрезаем четко, прямо у розы. Мы подстригаем стебелечек под уголочком. И все цветы любят прохладу. Чем более прохладная температура в помещении, тем цветок будет дольше стоять. В магазине работает и услуга предварительного заказа цветов и букетов. Здесь можно приобрести композицию цветов в деревянной рамке. Если хотите подарить эксклюзивный букет, позаботиться об этом желательно за три дня до события. В актовом зале Северо-Восточного государственного университета ректор Роман Корсун наградил студента третьего курса Политехнического института Владимира Криворучка. Владимир стал мистером студенчества Дальневосточного федерального округа 2020. Во всероссийском конкурсе поучаствовали более 70 регионов нашей страны. Цель состязания – поддержать активную молодежь и раскрыть ее творческий потенциал. Из-за пандемии конкурс провели дистанционно. Это все было в дистанционном формате, поэтому я даже не почувствовал вот этого вкуса конкурентства и соперничества. Просто сделали видео нужное, которое и отправили им. Мы делали, так скажем, визитку. По словам Владимира, организаторы конкурса сделали все, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно. Также в этот день Роман Корсун наградил преподавателей Северо-Восточного государственного университета за их вклад в жизнь вуза и образование. Продолжаем.